Добрый, добрый, добрый вечер всем, кто ждал этого матча с нетерпением, всем, кто к нам только подключился. Мы, в общем-то, только и начинаем. Вы ничего пока что не пропустили. У нас сегодня должно было быть две по две встречи азиатского дивизиона, но они мистическим образом перенеслись. В итоге мы перемещаемся с вами на матч My Insanity и London Conspiracy. Играют команды, в общем-то, довольно серьезные, команды европейской группы. Это Европа, группа А, и пока что у нас по-прежнему групповой этап матча в формате Best of 2. Две катки будут сейчас. Собственно, каждая победа, каждый поинт, все очень просто. Побеждаешь, получаешь один балл, не побеждаешь, ничего не получаешь, продолжаешь дальше с нолем играть. Давайте сразу на пике перейдем. У нас уже финальная стадия. По одному герою осталась с каждой из команд. Пропустил я стадию банов и пиков, потому что не хотел кормить вас тухлой аналитикой и разбором полетов. В общем-то, по пику пока что все понятно у Conspiracy. Пак у нас отправляется на сложную СФ, скорее всего, будет в легкой, хотя СФ может фармить в легкой, Пак может отправиться в мид, а Бруда пойти на сложную. Чен, понятное дело, влез. Ну и еще один саппорт от London Conspiracy Dota 2. Со стороны команды My Insanity. Тинни и Висп уже имеются в пике. Зевс тоже присутствует. Зевс сможет пойти как в мид, так Зевс сможет пойти и в сложную, потому что есть Сларка. Сларка лучше бы отправить в легкую линию. Но и Тинни с Виспом на сложную отправлять смысла никакого. Там их на ранних лвелах, пожалуй, что загнобят. В любом случае, нужен еще один саппорт команде My Insanity. В общем-то, оставили на потом саппортов, что London Conspiracy Dota 2, что у My Insanity. Оставили саппортов на пятый пик. 30 секунд у My Insanity. Goji One Dota у нас на пике. Ну, как минимум, визуально можно это определить. Последний герой. Кто может просаппортить? Легион Командер, кстати, от London Conspiracy отправился в баню пятым персонажем. Давным-давно не видел я ни в пиках, ни в банях эту подругу, пожалуй, с последнего International. Дизраптор. Сюда в комбинацию направляется Дизраптор. На нем будет играть мич. Goji One Dota играет на Зевсе. Лизард играет на Виспе. Колл играет на Тинни. И на Сларке Милан будет отыгрывать. Со стороны команды London Conspiracy Dota. Спартан играет на Ченни. Кайзер играет на Эссэфе. Так, не беда. Кайзер на Эссэфе. Сканкс на Леоне. Мадара играет на Паке. И Релакс отыгрывает на Бруде. Ну, теперь по лайнам посмотрим, насколько точно я угадал и вообще угадал ли. И Милан у нас отправляется в легкую. Пока что сместится со своей командой. Колл на Тинни вместе с Виспом. Ну, в общем-то, сейчас будут контроли Труну. Хотя Goji One Dota бежит на сложную. Это означает, что Мит отдается Виспу с Тинни. Ну, пожалуй, верное решение. Самое обыкновенное. Самое простое. Но при этом наиболее действенное. Как по мне, Бруда, конечно же, отправляется в сложную. Ну, куда же вообще ее девать. Кайзер на Эсэфе будет фармить мид. А здесь Пак в легкой от Мадара. Удивительно даже. Пак в легкой. Ему будет помогать Сканкс на Леоне. Топ руна, скорее всего, отойдет команде Майнсэнити. Некому здесь вырываться. Бруда вряд ли рискнет сюда подходить. Ну, мидж уже стоит. На всякий случай забирать руну. Здесь же Сларк. Ну и Релакс. Я думаю, не захочет драться с ними. Это было бы бессмысленно. Веба разбросал уже на Глифы. Все, в общем-то, просто. Теперь география доты для Релакса. Это просто звук. На своем Лайне будет себя чувствовать комфортно. Бегать куда ему захочется. Пока команды расходятся на Лайне, давайте покажу вам немного ситуацию в группе. Как вы видите, Майнсэнити находится на предпоследнем месте. У них 5 игр и у них 2 ничьи и 3 поражения. У команды Лондон Конспирейси 4 игры. 1 победа, 1 ничья и 2 поражения. В общем-то, 6-7 место у нас играет. Понятное дело, что толком делить нечего. Пока что это ранние этапы. Ну что, возвращаемся в матч. Чтобы не быть голословным, показал вам таблицу. Чтобы просто не рассказывать сказки касательно чемпионата. Вы сами все видели. Команды у нас играют, ну, в лучшем случае, среднеочковые в своей группе. Опять же, группа Европа А достаточно сильна. Там Хелл Рейзерс. Все, что надо было взять, уже взяли. Выходит у нас тролль от Чена. Уже какая-то помощь на Лайне. Колл у нас с Виспом будет сформить на Миде. Пока что СФ не очень хорошо себя чувствует. По ХП проседает. Колл, как я понимаю, уже в него вкастовал что-то. Потому что только-только восстановилась Мана. Пошел Висп уже наваливать через Тизер, через Спиритсов. Ну, здесь у нас и тролль достаточно плотно огребается. И сейчас, скорее всего, Чен у нас троля потеряет. По Лайнам мы, в общем-то, все разобрали, все определили. Давайте на Крипстат посмотрим. На первом месте пока что Пак Мадара стоит в легкой фармит. Ему Зевс толком не мешает, потому что Зевсу мешает Сканкс. Сканкс у нас гоняет Годжи Вандота. Вообще-то, до посинения. Если вообще это можно отнести к Зевсу. У Релакса на сложные тоже дела не лучшим образом. 1-0 по Крипстату. У Милана пока что по Крипстату проблем немного. 5 на 5 у Милана. В общем-то, все свое выфармливает. Колл на Тини. 6 на 3 идет. У СФа 3 на 0. СФа пока загнали. Кайзер что-то свое, в общем-то, сможет. Я думаю, попозже взять. Так, у нас здесь драка между Годжи Вандота и Сканксом. Будет ли подсейв Смида? Наверное, не будет. Через 2 секунды будет Импейл. Можно подраться. Да, сюда идет Кайзер. Хекс есть. Наверное, будет оставлять СФу фраг. Да, Годжи Вандота погибает от рук Кайзера. Очень круто отыграл Сканкс. Теперь бы еще подсейвить своего тиммейта. Но есть же подкоп. Где? Где у нас Леон? Леон просто бежать отсюда. Был здесь подкоп. Не знаю, почему. Не решился ли он его юзать? Оставил просто умирать своего мидера. И теперь размен действительно невменяемый. Для команды Лондон Канспиреси разменять мидера на Зевса, который вообще ничего не выфармливал, вряд ли это можно назвать разумным решением. На сложный Релакс стоит. Релакс стоит против Милана. У Релакса не все хорошо. 2 на 0 Крипстат. Но он только сейчас подошел, начал фармить. Такое ощущение, что Релакс просто у нас альтабался и сворачивал Доту. Релакс отправился на лесных крипов. В принципе, разумное решение. Зайвейдил немножко Клэп от Большого Медведя и продолжает фармить. Так, у Кайзера тем временем 11 на 1. У Милана 15 на 9. В топе у нас пока что Пак. 20 на 5 счет. Мадара, в общем-то, без проблем, без помех у нас фармит. Так, у Кайзера, у Кайзера, у Кайзера. 12 на 1 счет. У Мадары мы видели 23 на 5. Первое место. Пока что по вещам ничего нового и ничего более-менее понятного у команд не появилось. Ну, СФ будет выходить в Аквилу. Тут, в общем-то, ничего особенного нет. Есть ПТ, есть Банка, есть Деревья. Причем пробустили его на 1 танго. Дорожит команда своим миддером. У Милана 840 на руках. Есть Тапок. Больше пока что ничего не имеется. У Митча. Митча даже Тапка нет, но есть на всякий случай на подхил дополнительные артефакты. Есть Танго, есть Хилинг Селф. У Релакса имеется Соул Ринг. Ну, это чтобы спамить Паучками. Паучки, кстати, от Милана достаточно быстро рассыпаются. Даркпак действительно против этих маленьких тварей очень полезный скилл. Поэтому, конечно, по Крепстату Милан будет выше всех. Понятное дело, что с двух Даркпактов рассыпается по 5-10 пауков. Это, в общем-то, считать не стоит. Вот, один раз подошел, один раз Даркпак там проверил по мобам. Ну, и вообще, рядом с мобами 3-4 паука забрал. Так, у нас Чена тем временем забрал Висп вместе с Тинником на миде. Куда у нас выходил Чен? Зачем у нас выходил Чен? Непонятно. Так, Спартана подбрасывают, Висп спиритами забирает. Все очень просто. Тинни делает всю грязную работу, а Висп у нас купается в фрагах. Пока что у Виспа 1-0-1, но, если дела и дальше так пойдут, Тинни останется у нас без фрагов. Я думаю, Висп-подлец еще будет повторять подобную подобную ситуацию. У Леона пока что 0-0 по крипам, 0-0 по убийствам и смертям. У Пака тоже по убийствам и смертям 0, но по крипам думаю, Милана можно исключить из гонки, потому что он нечестно ведет себя. У Мадары 37 на 9 крипстарт. Давайте глянем на Этворсы. Тем не менее, на первом месте у нас Кайзер. Собственно, почему? Кайзер, как я понимаю, отправлялся в лес и здесь спауны пытался фармить лесные. Но хотя он забрал фестблат. Неудивительно. 2-800 у него. Общий Этворс 2-700 у Пака. Ну, теперь и Пак уже обогнал. Пак у нас забирает Леона на топе. Как вообще так они размениваются? Нет, не Леона. Подождите. Леон у нас забрал Зевса. Все очень просто. Пак получил ассист. Мадара имеет 0-0-1 кда. Леон забирает данный фраг. Ну, загнали Зевса на миде. Во-первых, убили один раз на миде. Во-вторых, убили еще и под Тауэром на нижнем лайне. Так, Майкол получает не только у нас от СФа. Здесь еще и Сатир стоит. Шоквейвом спамит. Пока что СФ у нас отправился в лес. Давайте глянем общую статистику. Так, по графикам две полторы точнее тысячи лондон конспересси и по экспириенсу чуть менее полторы у греческого коллектива. Малайзийцы пока что уступают, но это в общем-то не считается счет 2-2. Это начало игры. Тауэра у нас пока не падали. Никто не пушил, никто массовых драк не проводил. Милан у нас врывается под Тауэр, старается спамить Даркфактом и это не лишено смысла. Во-первых, сам спелл стоит очень дешево, а во-вторых, всегда рядом, где-то рядом бегают паучки. Ну вот видим Милан опять у нас Даркфак пока доюзает. Ну что, у нас будет попытка ворваться в Милану. У Милана есть, если что, Shadow Dance. Не так все просто. В любом случае надо отходить и надо как-то хилиться. Заставил у нас заставила Брудмазер проюзать Хилинг Селф. Теперь не так спокойно будет Милану на лайне. У него по Крипстату первый показатель 57 на 17. У СФа 54. Понетворс у СФ должен быть впереди, потому что здесь Крипы подороже. Это вам не пауки за в общем-то пауки тем понятное дело, что недорого стоит там пучок за рубль. Это действительно копейки даже для доты и по меркам ранних левелов раннего времени. 2-2 счет на данный момент. Давайте глянем графики. Пока у нас пауза. 2 с плюсом LC и по Экспериенсу тоже LC 2000 впереди. У Бруды 1400 на руках. У Пака 1500 на руках. Я думаю, Пак у нас скорее всего будет выходить в ранний даггер. Мадария золота позволяет. Пока что 1600 практически, но это восьмая минута. По таймингу все в порядке. У Лена Транквилы появились 260 на руках. У Чена ничего, но по-моему курица что-то несет. Нет, курица говорит, что ничего не несет. У СФ 830 на руках. Это после Пауэр Трэдс, после Аквилы. Будет это СФ даггерный или это СФ будет с Юлом? Я думаю, есть смысл покупать Юл, потому что Тинни будет врываться по КД Аквиленш. Тос надо будет как-то себя сейвить. Даггером ты себя не подсейвишь вообще никак, тем более, когда из ниоткуда на голову тебе будет падать Тинни и бросать Аквиленш. Опять же, в замесах даггер не участвует. В замесах даггер постоянно на КД, потому что СФ, я думаю, фокусить команду Майн Сенити будет. Но если не будет, то как минимум должна. Успели мы глянуть артефакт. Единственное, кто нас Тинни еще интересует. У него есть брайсер и выход готовится в барабаны. Тролля у нас разобрали, пошли бить Сатира. Что же за звери такие? Разбили двух зверюшек, все, пэтов у Чена не осталось. Ну, надо идти в лес бить. Непонятно вообще. В доте творится что-то страшное, камни бьют животных. Тинни также забирает мультиспауны здесь. У Тинни как по золоту преимущество быть в скором времени должно, потому что на лайне ты столько, сколько на мультиспаунах не заработаешь, это точно. Здесь еще три спауна для Тинни. Сейчас откатится Тос, Эваленш имеется второго левела Макси Тос, ну, понятное дело, потому что через Гроу качается у нас кол. Так, у нас кирпичи пошли в крипов. Крипов я имею ввиду, конечно же, в тараканов бруды. И опять же, Эваленш у нас в откате, потому что провязали его на брудмазер. Ждем, ждем, когда Тинни появятся барабаны. Так, у нас у Мадары Мадара просто рифт провязал. Мне показалось уже, что Дримскойл поставил. Ну, по-тихому, по-тихому релакс здесь, я так понимаю, экспириенс. Подворовал восьмой левел у него 1800 на руках. Скорее всего, Бруда у нас будет выходить в Сайлент, в Оркет. У Пака тем временем появляется Даггер. Продается и еще раз появляется. Отличное дело. Я думаю, по другому курсу у нас Мадара продал Даггер и сразу же купил немножко подешевле. Вот, видите, сдача осталась. У команды Майнсэнити дела по золоту по-прежнему хуже, чем у Элси. У Элси две с плюсом преимущества. По экспириенсу тоже Элси получше себя чувствует, но все дело в крипах, все дело в фарме. На первом месте у нас Кайзер. У него 70. На втором месте Милан. Точнее, у Кайзера 77. у Милана 70. Милан по-прежнему без серьезных артефактов и даже без выходов в них. Нету ни даже, даже, даже нет Мидаса. Есть рингов Аквила, есть Пауэр Трэдс. Пока что только начальные артефакты, которые роль будут играть еще минут 5-10, а дальше уже действительно надо во что-то серьезно собираться, потому что время приличное. 10 минут у нас позади. Графики мы видели. 2000 по Экспириенсу, 3000 по золоту впереди ЛС. При счете 2-2. 4 фрага за 10 минут это действительно маловато. Ну, ничего, ничего. Я думаю, все наверстает. В любом случае, впереди еще вторая игра. Релакс отправляется в лес. У Релакса, кстати, не Оркет появился, а Мидас. Релакс понял, что если драк нет, зачем вообще спешить, если можно инвестировать это в будущее. У Релакса появляется Мидас, деньги должны быть побыстрее. И в любом случае, даже если у нас загнобят бруду, а что-то мне показывает, что с Тинни и Веспом в пике бруду загнобят очень быстро и очень сильно. Но здесь еще и Дезраптор есть, который бруде жизни не даст. То есть действительно смысл вывозить такие артефакты, как Хенд оф Мидас. Жизнь будет в любом случае сложной. Ну что, у нас поймали Милана подкоп, сразу же разорвали Милана. Через Иллюзори Уорб, через Сайленс, Дримс Койл Мадара не провязала и в принципе правильно сделать. Здесь сразу три игрока было. Была сетка от Чена, конечно же от его тролля. Никуда Милан бы не ушел. Так, у нас по ХП проседает СФ, ворвались с него, Дримс Койл стоит, СФ не смог разультиться, но после смерти немножко надамажил Requiem of Souls. На лоу ХП уходит отсюда Висп. Я так понимаю, главный зачинщик этой драки, хотя, по-моему, да, без релокейта ворвались, просто спокойненько ворвались. Давайте посмотрим этот файт, как у нас умирал СФ, как погибали кумиры. Так, СФ у нас по-прежнему мертв. Вот СФ у нас жив. Глимсует СФ, сразу же ульту под ноги от Дизраптора, Кинетик Филд, никуда отсюда не выйти. Все очень просто. Зевс тоже ультанул. А, Зевс у нас еще и забрал СФ. Вот это да, таких Зевсов, я думаю, сразу надо в другие команды отправлять. Возможно, не буду даже говорить, куда. Вчера у нас Joint.MLG Pro League ночная была достаточно интересная. Части последний матч, если вдруг есть такие живучие, как я, те, кто у нас смотрели в порядков 2-2-2.30 сет, эти матчи против Сандер Кэтс и Саммерс Рифт. Если помните эту легкую наркоманию, она до сих пор мне мерещится и всю ночь снилась. Жутчайший матч. Ну, стоит посмотреть, я думаю, всем, кто любит скандалы, интриги, расследования. Возможно, там была ситуация 3-2-2, возможно, ситуация была близкая к ней. У нас на канале, прямо под Твичом, прямо под окном трансляции, можете зайти на YouTube, там с пометкой WTF этот матч присутствует. В любом случае, все остальные матчи тоже присутствуют. Если Join.MLG Pro League в моем исполнении вас интересует, можете отправляться на YouTube канал. Для всех, у кого много времени и у кого, кому не лень, можете также заходить в группу ВКонтакте, там подписываться, нам будет приятно. Чем больше людей, тем быстрее мы выйдем во вменяемое качество, потому что смотреть стримы при качестве в том, которое вы видите, точно не могу сказать, какой показатель, это, конечно, не дело. Качество Source будет выше раз, наверное, в 5-6. Ну, 4 это минимум. В любом случае, 1920 на 1080, я думаю, этого будет достаточно, чтобы действительно получать наслаждение от Доты, а не просто слушать и смотреть, как движутся по экрану квадраты, пикселей и размазня. Ну, у Твича такая политика. Пока много людей не наберется стабильного просмотра, пока мы не будем большим мобом и большим коллективом дружным наблюдать матчи, Твич не готов давать фулл-качество. Ну, смотрите, все от вас зависит, если есть возможность, приглашать друзей, анонсировать, помогать. Все, в общем-то, делается для вас. Ну, и мы, разумеется, тоже не без удовольствия и не без профита для себя это все сделаем. Поэтому и качество будет повышаться, поэтому уровень будет повышаться, ну, и приятнее будет наблюдать не только на маленьких мониторах, но и на больших дисплеях. Ну, в общем-то, и мобильная версия тоже будет для всех любителей планшетов. Пак у нас тем временем забирает Зевсай. Это все у нас под Т1. Т1 у нас уже не имеется. Колл под Хиксом. Здесь, скорее всего, зажали Сканкса. Ну, будут его забирать, хотя релокейт 3 секунды еще. Сканкс у нас в кустах рассыпается под камнями. Мадара тоже получает очень сильно от меча, но Мадара может отсюда уйти. Есть у него Даггер. Мадара еще никуда не собирается уходить. Дал Сайланс. Погоня, возможно, будет за мечом. Мадара не собирается уходить. Он готов драться. Здесь могут развалить Колла. Колл пока что... Ну, пока что Колл один остается. Теперь давайте перейдем к вещам более важным, чем пиар своего канала на Твиче, группы ВК. И опять же, напомню, заходите, подписывайтесь. Это будет полезно всем. Огр Клаб есть. Есть Ставфа Физардри, есть Пойнт Бустер. И остается 400 всего лишь до Аганима. 15-ая минута. Тинни по Нетворцу на третьей позиции. А на второй позиции у нас Релакс. Ничего себе. В жесточайший фарм ушел у нас Релакс. Никто ему не мешает. Так, Милан на этот праздник жизни ворвался. Продамажил практически всех крипов. Еще один Дарк Пак, то и у Милана плюс 500 крипов будет сразу же. Так, Брудмазер у нас включила ульту. Старается наваливать Милану. Пассивка в один есть. Уходит у нас Милан в Шадоу Дэнс. Ну и потихоньку отсюда сваливает. С Брудой под ультом драться смысла никакого. Это действительно того не стоит. Что у ССФа? Блэк Кинг Барр. Никаких Юлов, никаких Даггеров Кайзер не хочет драться. Кайзер хочет выживать. Ну, в принципе, тоже понятно. Это тоже не лишено смысла. У Леона тем временем после Транквил 930 на руках, у Мадары Даггер и после Даггера Ставфа Визадри. Вот кто у нас будет отвечать, как я понимаю, за Юл. Ну что, команда ЛС провязала Смоук, они готовы выйти и найти хотя бы кого-то. Пока что все под Смоком, все понимают, что Вижена здесь у команды Майн Сейнити нет и никого рядом нет. Ну что, упал Смоук с Леона. Леона увидели. Остальные все под Смоком. Леон, в принципе, может побатить. Так, врыв у нас от Мадару. Сайланс по Гоуджи Ван Дота. Дримскойл тоже по одному Гоуджи Ван Дота. Еще один удар и СФ ответил. Наконец-то так. У нас ульт от Кайзера сразу же по Колу. У Колу минус 100 по демеджу. Рассыпается у нас Висп, но Висп отсюда на ульте уходит вместе с Колом. Почему не оставить Колом? Непонятно. Можно было действительно подраться. Хотя здесь такая толпа крипов, такая толпа ребят. Так, здесь у нас уже готовится встреча. Немножко по таймингу Чен у нас на Бакопорил, но тоже не страшно. Висп умирает. Кайзер готов дамажить. В ульте у нас СФ, не хватает рейнджа, Кайзер останавливается. В итоге счет стал 6-5. Вот это Рубилова за Т1. Это действительно уже интересно. Это вам не вознявши ринки по типу Сандер Кэтс. Прости, Господи, вообще. Не матч, а какой-то кошмар вчера творился. И опять же, я говорю, во столько часов ночи так играть просто запрещено. Там ситуация была нелепейшая. Пока небольшая пауза. Для тех, кто не смотрел, расскажу. Команда Самс Рифт отправилась на нижний лайн команды Сандер Кэтс, которые играли за Дайр. Снесла Т1, снесла Т2. Сандер Кэтс смотрят, не реагируют, не подходят. Один Ancient Operation стоит в кустах и ждет, ну, просто собирает экспу. Ситуация перемещается на мид. Сносят Т1, сносят Т2. Команда Сандер Кэтс не реагирует вообще. Никто не прилетает дефать, никто не собирается драться не за один товаров. Ситуация, как вы понимаете, перемещается на топ. На топе происходит совершенно та же ситуация. Подрались, не подрались, конечно, снесли Т1. Команда Самс Рифт снесла Т2. Ничего, никакой реакции от Сандер Кэтс и через минуту заходит команда Самс Рифт, разумеется, перефармленная, потому что 6 товаров снесено. Даже у последних бичей по типу Скаря Смага денег накопилось на 2 рапиры. Заходят на хайграунд, войд ставит купол, разносит в куполе троих или четверых. Там же Артизи был за Саммерс Рифт. Артизи под Айр Шторм тоже развалил двоих или троих. Команда Сандер Кэтс байбекается. Ну так, здесь у нас убивают Релакса, чтобы не подумали, что осталось незамеченным, Релакса развалили. Вот. Команда Сандер Кэтс. Продолжаю анекдот свой, который вчера наблюдал. Команда Сандер Кэтс подходит пятером, умирает под наверху, на хайграунде, на топ-лайне. Вот здесь кто-то выкупается, у кого были деньги, у кого не было денег, а денег действительно было мало, потому что никто за что не дрался, стояли по лесу, частично фармили, частично стояли на хайграунде. Так вот, Сандер Кэтс сливается, кто-то байбэкнулся, вернулся, опять сливается. Команда Самсрифт сносит топ и перемещается на мид. Начинают сносить мид, команда Сандер Кэтс пишет ГГ. Зачем? В 3 часа ночи спрашивается творить такую ересь и такой ад для комментаторов, зрителей и всех. Нас было не так, конечно, много, но у нас действительно были вопросы, но у меня как минимум. Матчи опять же есть на канале Ютуб, зайдите, посмотрите, это смехота, и я там слов, в общем-то, не особенно подбирал. Пытался понять, что происходит, но на смех разбирала по итогу этого матча. Ну ладно, заканчиваем этот небольшой экскурс для всех, кто в 3 часа ночи ничего интереснее, чем Доту найти не может. У нас на данный момент 6-6, Лондон конспиресси против Майн Сейнити, европейская группа, группа А европейского дивизиона, Лондон, Лондон, конечно же, не Лондон, Джоин Дота, MLG Pro League. По золоту на первом месте у нас LC, конкретно команда по графикам. 5 с плюсом преимущества и по экспириенсу порядка 3. Со стороны команды LC на первом месте ССФ. У Кайзера 11 тысяч имеется. Так, у нас погоня за кем-то, релакс здесь, в принципе, в безопасности. У релакса появляется Black King Bar. Тоже пошел в выживаемость. Сларк у нас где-то погибает, но здесь просто борьба с крипами. У Сларка появляется Блинк Даггер. Также имеется Огрклаб 1800 у Сларка на руках. Сларк, скорее всего, будет выходить у нас в БКБ. Давайте по артефактам. У Бруды Black King Bar есть Hand of Midas, который, собственно, Black King Bar ей принес отчасти. 890 на руках. У Леона Даггер после Транквил. Очень хорошо. Можно подраться. Команда ЛС это прекрасно понимает. У Пака Даггер и Ю, которого нет у СФ, потому что у СФ имеется Black King Bar и, я так понимаю, готовится выход в Eye of Scud. Ульту дал Зевс. Ульта не по кому не попала. Вот вам и смог. Теперь поняли, что под смоком команда ЛС. Надо держаться ближе к Тауэрам, иначе можно плотнейшим образом встрять. Конечно, плохо, что ульта Зевса никого не надамажила, но, с другой стороны, получили инфушу, что команда где-то рядом и, скорее всего, рядом, потому что под смоком куда вообще еще выходить. Вижен у Mind Sanity на Рошане имеется. Здесь также есть вижен от команды London Conspiracy. У Коула после Аганима появляется Хипперстоун, 200 на руках. У Тини собирается Кераса. 200 имеется, в общем-то, немного осталось только на рецепт. Релакс постепенно съедает топ-лейн. Пока что не отронутый барак, но никуда Релакс отсюда не отправляется. Бруда просто вебами накрыла всю верхнюю линию, постоянно спамит своими пауками, и спайдерлинги вместе с ней будут сейчас стараться подраться. Так, у нас подкоп неудачный от Леона, надо отсюда отходить, пока не откодержится скилл. Можно глимсовать Леона, но Вижна нет. Леон нормально мансит по кустам, пока что все хорошо и все получилось у Сканкса. Сканкс отсюда уходит, здесь толпа бьет Рошана. ЛС пока что имеют не только преимущество по золоту, имеют и территориальное преимущество, они в общем-то держат ситуацию подконтрольным. Во-первых, здесь пушится топ, здесь много крипов и есть кем пушить. Во-вторых, они знают, когда стоит выходить на Рошана, когда не стоит, где команда Майнсэнити тоже приблизительно понимают. Стопа в любом случае на них не зайдут, по миду тоже варды свои есть, можно понять, где, кто и куда бежит. Но в любом случае отошли, отошли, отошли. Так, выход у нас на Рошана от команды Лондон Конспиреси, продолжается драка, здесь три кентавра, куда же вы идете, родные кентаврам, надо остаться и биться. Лизард с Релакейтом уже готов, в это время съедает Дезраптора у нас Релакс, можно драться с Миланом, но Релакс решает улететь на базу, правильно делает, потому что в Соло Сларк Релаксу навалял бы. Перемещается команда Майн Сейнити на топ, почему раньше было не переместиться, непонятно, тем более за Рошаном Майн Сейнити драться не решились, удивительно, удивительно, но факт, у Леона 600 после Даггера, у Пака Даггер Ю, Ринков Базилус и 900, после одного крипа будет еще 900 на руках, Пак, я думаю, самое время ему выходить в аганим, Кайзеру все-таки прилетает Айов Скади, 450 есть сверху, у Сларка появляется Блэк Кинг Барр. В общем-то, по обновкам прошлись, можем еще немного других посмотреть, ребят, у Тини. В общем-то, Кираса уже собрана, рецепт имеется, Кираса Колу летит. Что теперь будет с командой Лодан Канспиреси, мне непонятно. Кол, в общем-то, бревном бьет нормально, плюс, и уже бьет нормально, а здесь еще плюс Кираса, плюс скорость атаки, плюс нормальный деф, ну что, Кола забирает у нас Вис, будет ли оставлять его, и будет ли попытка драться, нет смысла, наверное, драться, так, в это время у нас разобрали с Ларка, ли он это делает, Скангс убивает, ну что, здесь ждут возвращения Виспа, Лизарда отдают просто так, потому что Тини у нас отправляется на нижний лайн фармить, 9-6 становится счет, Лондон, Канспиреси дерутся, лучше фармят, лучше товара, пушат лучше, и это не мое мнение, это факт, потому что не осталось товаров на миде, во-первых, во-вторых, на топе достаточно плотно надамажили тавр, ну и практически половину внизу снесли, со стороны команды Лондон Канспиреси еще есть половина Т1 на миде, есть чуть-чуть Т1 на нижнем лайне, ну и нетронутый лайн, нетронутый Т2 на топе, 9-6 есть счет, спушили еще один тавр, по золоту, я думаю, до 10 поднимется, когда обновятся графики по экспириенсу, тоже 7500, Леон имеет что-то купил себе, Геосептер купил у нас Сканкс, Сканкс становится неуязвим для Тини, но только для ударов рукой, остальные ребята дамажить будут, разумеется, и Тини Эвеланджем и Тосом тоже неплохо так сможет разбить Леону лицо, но опять же, как получится, в любом случае, с Плэшом бить, бить его не будут, у Дезераптора ничего нет, у Дезераптора 1100 на руках, будет софтспид, имеется, хотя бы Аркан и Мечу надо приобрести, пока что Смуки и и и и просветка, это в общем-то обязательно для саппорта, но хотя бы что-то еще надо иметь, все-таки неприлично на 26-й минуте таким бомжем ходить на карте. Команда Майнсэнти проигрывает, проигрывает 10 тысяч по золоту, как и предвиделось, и по экспириенсу тоже 9 тысяч. Голджи Ван Дота, кстати, практически собранный Аганим, осталось всего тут, да не 150, а 50 осталось для Голджи Ван Дота, вот, собственно, Аганим уже будет и готов, у Тини Кераса прилетело, после Керасы сразу 1800 на руках. Тини фармит классно, он уже практически догнал ССФ, а ну по месту догнал, нет, так-то по золоту еще догонять и догонять, пятерку с тройкой перепутал. 13500 у Тини и 15700 у ССФ, ну, скорость, с которой Майкл Коул будет пушить Аура, я думаю, вам видна. Так, команда Лондон Канспресси решила немного форсировать события, напали на команду Майн Сейнити на топе, а здесь одни бомжи остались, одни женщины на хозяйстве остались, пришли и разбили им щи. Ну что, все очень просто, Милан у нас получает, Милан с подримскойлом, надо уходить отсюда, у Милана лоу хп, есть шадоу дэнс, но команда Майн Сейнити действительно просто по-тихому, непонятно, пока дома из взрослых никого не было, конечно же, я говорю о Тини, зашли и начали творить чудеса по центру комнаты. Крипы есть здесь, в принципе, бьют все, будет ли лететь сюда Тини, пока что не летит, Зевс произал ульту, забрали Леона, ну релакс под БКБ с Миланом уже дерется на равных. Зевс здесь, прилетает Тини с Веспом, зачем прилетает Тини с Веспом, посмотреть на Брудмазер умирающую, ну в любом случае Бруду забрали, ССФ ушел, отсюда ССФ забирает спокойно Веспа. Счет становится 11-9, Бараки стоят нетронутые, но Т3 спушили. С другой стороны, есть смысл в том, что Майнсейнити делали, пока всей толпой старались спушить Бараки и Тауэр внизу и Тауэр спушить получилось, у Тини с Веспом получилось спушить Тауэр на миде. Тини пока что MVP данного данного мува, тут безусловно, потому что понимаете, прекрасно стянули всю команду и вдвоем спокойненько на одиноких пошли и спушили Тауэр. 5000 на руках у Коула, по-моему, у команды Лондон Конспирейси начинаются проблемы, потому что если Тини сейчас покупает, например, Манта Стайл, то чем убивать становится непонятно, у Бруды дэмэдж есть, но это дэмэдж не сплэшовый, дэмэдж в одного. СФ тоже бьет, точечно СФ сплэшевать никак не может никаким образом. СФ вам не Медуза, не Антимаг и не Тини, тем более. Леон без Аганима тоже чем бить пока что непонятно, толком толпу не подомашишь. Я думаю, самый разумный вариант для Тини действительно уйти в Манта Стайл. Ну, конечно, да, просмотрел я. Блэк Кинг Бар покупает, но после Блэк Кинг Бара лично, по моему мнению, можно было бы в Манта Стайл выйти, тем более, что и выйдеть в Манта Стайл и как-то его контрить пока что нечем. У Пака постепенно вырисовывается Аганим и, собственно, через 30 голды он уже будет готов. Ну, здесь один глиняный Голем. У Пака будет Аганим. У команды Майн Сенти неприятности. У Дизраптора ничего толком нет, но Угр Клаб имеется. Я думаю, Дизраптор у нас выйдет в Аганим, чтобы как-то и выйдеть в БКБ. Не давать проюзать, ну, вы, наверное, прекрасно знаете. Все, кто читал, какая у нас интересная дота после последнего серьезного патча началась. У Митча, а именно у Дизраптора, Аганим не дает возможность использовать артефакты, которые лежат у тебя в стэше. Соответственно, Пак отсюда не уходит. Через Юл никто у нас не летает. Блэк Кинг Бар никто не включает. Можно смело драться. Там Тинни прыгает сверху с виском. Ну и вопросы все сняты. Тинни что-то летит, конечно же, это летит Яша. Тинни прекрасно понимает. Тинни, как я, шарит в доте. Яша имеется, готовится выход в манта стайл. У команды ЛС действительно появляется проблема, которую непонятно как решать. Если Кайзер будет разве что фокусить Тинни и какая-то будет возможность застанить его до проюзанного манта стайла, то тогда, конечно, все полезно будет. Но с другой стороны, на релокейте Тинни уже будет влетать с Блэк Кинг Баром. Вис будет стоять где-то в стороне, ну или умирать, это его дело. Дело Виспа. Мы не касаемся этого, но Тинни будет оставаться, я думаю, и выносить вперед. В любом случае, если бы сейчас пришлось бы ставить квартиру, которой у меня нет, я бы поставил на команду Майн Сэнити. Коль без печали. Абсолютно Коль отправляется по низу. Я думаю, ситуация может повториться. Команда Майн Сэнити в лице Кола и в лице Лизарда на Виспе может просто пойти и спушить низ, пока нападают на топ. Тем временем Зевса убили на миде. Здесь пока что время решает Митч сэкономить, ставит Кенетик Филд, но команда ЛС отправляется на топ. Тинни в это время спушить хочет Т2, скорость, с которой падает Тауэр, нереально крутая. Т2 спушат, можно попробовать зайти на хайграунд. Да, Кол вообще ничего не собирается выдумывать, решает повторять ситуацию. Пошли на мид, пошли, без вопросов. Здесь бараки стоят, пока что один точно стоит, но Тинни будет пушить очень быстро бараки. Падает у нас барак на миде, врывается сюда Кайзер. Тинни включает БКБ, бьет бараки, не реагирует вообще ни на кого. Спушил барак, ТП ау. Вот вам и Кайзер. Здесь, конечно же, спушили бараки, но вы вроде как преимущество имеете. Милан готов, я думаю, драться с релаксом. Милану бы хоть как-то баширок приобрести, или МКБ, потому что никак сбивать ТП не получается. В любом случае, да, здесь убили Веспа, ничего удивительного в этом нет, я даже не переключался. Понятное дело, наблюдать за смертью Веспа в четвертый раз не самое приятное зрелище. Здесь разобрали Чена. Ну, конечно, второй раз пропускать как Тини с каменным лицом. Блин, с каким еще лицом может быть Тини? Ну, вот со своим лицом Тини, как убивают бараки, это действительно интересно. Включил БКБ, убил барак, после этого ТП аут всему свое время. Ну, нормально. Кол действительно, мувы делает крутые, это при том, что вся команда LC перефармлена посерьезнее. Они по золоту выигрывают 7500, по экспириенсу тоже выигрывают 7500, но по Нетворсу видим, что из 4 первых мест 3 принадлежит команде LC. Но здесь очень много золота в руках Кола. Дальше, конечно же, такая вечеринка бомжей, что толком и не рассказать. Годжи Вандота единственный с аганимом, остальные Меку до 35 минуты собрать не может Висп. У Меча до 35 минуты пока что не собранный аганим. Остается еще 900, где брать Мечу. 900 толком непонятно по крипам 41, но это то, что дали насобирать, пока взрослые дяди дрались. У Релакса появляется Баттерфляй после Баттерфляй 1600 у Кайзера. Баттерфляй тоже мы видели, а в Скаде имеется все в принципе запакован нормально. Надо собрать Доминатор, надо собрать Сатаник. Как-то надо выживать после того, как тебе на голову упадет камень вместе с светящимся шариком. У Скангса после Геосептра появляется 1100 еще на руках, кого мы пропустили. У Пака все, что и было, только еще 3000 приятный бонус на 34 минуте. 15, 10, LC пока что впереди, но опять же я действительно ставлю на Веспа и на Тинни. Мне кажется, что до данного уровня расфармленный Тинни с Веспом это грозное оружие. Если Тинни здесь в соло начнет унижать всю пяти игроковую команду LC, какое слово придумал, но все пять персонажей дееспособны у LC. У Майнсэнити толком выпадает Дизраптор, потому что не нафармил. Ну и Весп, Весп просто собака-поводырь для Тинни, он не занимается ничем, он просто телепортирует его по всей карте и по большому счету его функции закончат. Ну, конечно, там оверчардж есть и подхил, но сам по себе Весп не дамажит и дамажит не будет уже. Тридцать пятая минута, если Весп не собирает рапиру, Дагон пятого левела и Этериал, Весп не убийца, это точно. Ну, посмотрите просто на него. Так, Майкол у нас старается отпушить через артефакты, есть БКБ, БКБ пока что не юзает. Подстопили у нас Майкола, он решил разобраться с Кентавром, потом доберется до героя. Почему бы нет? Кайзер очень сильно проседает по ХП, кто его застанил, я так и не понял. Непонятно вообще у кого есть стантом, что это было. Ну, Кайзер в любом случае простоял в стане, Ти небольшое бревно в руках, но чтобы он этим бревном кого-то станил или башил, я такого еще не видел. И кто это бы мог сделать из игроков команды Майнсенити, мне тоже непонятно. Сумонов у команды Майнсенити нет, Весп станет, Весп не может, Дизраптор станет тоже не может. Очень-очень странно, действительно странно, может быть действительно какой-то сам он был. Ладно, Кайзер у нас готов разультиться, Кайзер ультится, режет немножко дамагу Колу, Кол проседает по ХП, Кол под Скади не уходит отсюда, 3500 есть, если что у Кола, Кол готов выкупаться, я думаю, драка будет продолжаться, Милан по ХП проседает, уходит в Shadow Dance, трипл килл уже от Кайзера, летает у нас в ветрах СФ, не СФ, а Кол, в это время Кайзер сносит Тауэр, Кол у нас отходит, кого Кол убил, я так и не понял, наверное, Крипа, Кайзер бьет Тауэру, Кайзера, Бараку, Кайзера 300 с руки, даже 310, действительно это достаточно, чтобы быстро сносить сторону, здесь падает сторона от Крипов, здесь у нас уже Релакс грызет в сторону, возможно Тенику есть смысл полететь сюда с Веспом и убить хоть что-то, но Веспа нет, и Веспа не будет еще 11 секунд, врываться сюда нужно, в любом случае врываться, других шансов ворваться уже не будет, если не сейчас, то непонятно когда, где Тени, Тени у нас летает в ветрах, что ты будешь делать, Кол постоянно в ветрах, какой-то ветреный парень, ну что, все, мега-крепы для команды ЛС, Тени врывается от злости, что злиться вообще, мега-крепы уже, все спокойно, просто расслабься, получай удовольствие, но Кол решил подраться, по спине нормально, набивает Кайзера, Кайзер готов сражаться, у него есть Аегис, Кайзер сейчас встанет и развалит Майкола, я думаю, скорее всего, Кола проблема, БКБ провязал у нас Кол, сразу же засыпал Кайзера, но Кайзер сам уже с руки наваливает очень сильно, у Кайзера 300 с руки, то же самое, что у Тени без артефактов, только у Кайзера с артефактами, все очень просто, просто эти артефакты не только демедж дают, они дают еще всякие дополнительные штуки, по типу у воротов, по типу замедления, по типу, по типу, по типу, конечно же, с вампирика для СФ, СФ долго жил, СФ, конечно же, умер в конце, но здесь мега крипы, обсуждать больше нечего, давайте посмотрим, на чем, а действительно, это финал для команды Майн Сенти, ну, как мне кажется, если вдруг они сделают какое-то чудо и смогут перевернуть эту катку, ну, судя по тому, что они несли с ни одной стороны и не собирались сносить, чудо произойти здесь не может, 12 тысяч по золоту, 10 тысяч по экспириенсу, мега крипы для команды London Conspiracy, можем посмотреть, кто что купил, я даже озвучивать толком не буду, это у нас роли уже играть не будет, просто, если вдруг интересно, кто на что сподобился, у кого на что хватило, 4200 на руках у СФ, а это я озвучу, СФ у нас сегодня выступил феноменально, круто, у Кайзера 25 NetWars, дальше, Зевс, Сларк, Тинни мы видели, что имеет, у Тинни в принципе собранный Манта Стайл будет, когда он появится через 13 секунд, но здесь мега крипы доносят постепенно Т4, там уже до трона пойдут, ну, Висп мы видели, Дизраптор тоже увидели, спокойненько, спокойненько дерутся с мега крипами, как будто против них пятерых человек нет, как будто можно отбить эту пачку мега крипов, а дальше как-то все наладится, по-новому заживем, нет, конечно же, не будет, Дота таких ошибок не прощает, мега крипов выносить сможет Тинни, но для этого надо будет, я думаю, и отхил какой-то Тинни, потому что просто драться против пачки мега крипов, даже Тинни с бревном, не по силам, ну, и опять же, не столько дэмэджа, не столько скорости атаки у Тинни, Яша есть, а есть Ассалт Кераса, я думаю, не бессмысленно было бы для Тинни купить Мом, действительно под Момом можно было бы сражаться, дэмонедж покупает у нас Тинни, куда это дэмонедж, мне кажется, вы понимаете, хотя, может быть, просто для дэмэджа на рапиру денег у Коула нет, ну и рапира толком Тиннику не нужна, в принципе, он и так нормально дамажит, тут бы скорости атаки, и я думаю, для Коула не лишним было бы Мом приобрести, действительно, это было бы полезно, так, у нас здесь Милан гоняет Чена по своему лесу, Мадара собрался подраться против Милана, Милан готов, ну и Мадара, я думаю, может быть, даже в соло разбирает у нас Сларка, хотя, МКБ Башер у Сларка нормально с руки, но, как-то поздновато взялась за ум команда Майн Сенит, еще 21-15, мегакрипы уже бегают, мегакрипы пушат лайны, все это понятно, здесь еще и Бруда решила помочь, как будто мегакрипов было мало, здесь поймали у нас Лизарда, Тинни без Веспа, как, короче говоря, Тинни без Веспа до Тунной Ветер, это бессмысленно, Тиннику драться без оверчарджа, я думаю, что Джи-Джи будет в течение одной минуты. Команда Лондон Конспересси собралась здесь, она не собирается так долго тянуть, у нас Кайзер ультит в крипов, и это было действительно прекрасно, разваливают потихоньку, просто заходят, просто один за другим сносят персонажей команды Майнсэнити, пока что у нас, а нет, у нас Лондон Конспересси решили развалиться, вот это пижонство Кайзер устроил, ультанул в крипов, думал, может кто-то будет нападать или влетать на него с хайграунда, ну в принципе да, не такое что пижонство, Вижена на хайграунде нет, непонятно было, где находятся игроки Майнсэнити, я думаю, что предвосхищал события у нас Кайзер, и думал разультиться во влетающих в него Тинни и Виспа, не получилось, потому что все были далеко, в любом случае, минус 2 сделала команда Майнсэнити, потеряли только Виспа, Висп восстановился, Виспа появляется мека на 42-й крип минуте и с мега крипами, в принципе, Виспа нет смысла обижать, Висп свое дело делал, Висп помогал Тинни, Так, ворваются у нас в Митча, здесь сразу вдвоем его разбирают, все, разорвали у нас Митчем, Милан врывается в ответ в Чена, Чен делает ТП-аут, не собирается драться, здесь Башер, можно попытаться зацепить, Милан это делает, под Дримскойлом стоит и еще 3 секунды до Дарк Пакта умирает у нас Сларк, также у нас, скорее всего, рассыпется сейчас Т4 и упадет Трон, удивительно, но факт, когда мега крипы выходить далеко с базы нельзя, поймали у нас Майкола, дали Хекс, врывается дальше еще один Хекс от Сканка, БКБ провязал у нас Майкол, Майкол готов драться, но здесь и Кайзер готов против него драться, БКБ от Кайзера, Кайзер ультит и Тинни сейчас будет рассыпаться, надо ему отсюда уноситься вместе с Веспом, нет никакой возможности уйти, Тинни на ЛОХП, нет, все-таки Тинни у нас уходит на ЛОХП, Т4 пока что стоит, Гоуджи Ван Дота здесь, так, надо пытаться лететь что ли на, куда, куда, постоянно релокейт девает Лизард, нет смысла вообще теперь драться, потому что от мега крипов толком не отбиться, у нас минус 2 уже от Тинника, но в это время мега крипы съели Т4, постепенно начинает сыпаться трон, мега крипов много, их столько же, сколько и обычных, практически, но при этом их сложнее убивать и постепенно накапливается их количество, трипл килл у нас от Майкола, может быть попробовать все-таки отбить эту пачку мега крипов и ворваться на Т4, но для этого нужно больше демеджа, больше скорости атаки и больше самого Тинни, я имею ввиду конечно же у Манта Стайли, хотя вот 2 900 на руках у Тинни, вот все-таки наконец-то Тинник покупает Мом, вместо чего это будет Мом, пока что не ясно, но можно Пауэр Трэдс, я думаю выбрасывать, тут просто надо быть машиной для убийств, идти и бить, догонять и бегать, это не дело Тинни, посмотрим, вместо Мома, вместо Трэдс, Пауэр Трэдс или вместо Яши, Эншент уже под атакой, так, Тинни у нас где, где Курьер, где Курьер, врывается у нас Пак, Пак может агрести здесь, нет, Пак у нас и выйдет ульту Зевса, Пак ветра себя поднимает, будет стараться уйти, Пак старается отсюда уйти, но пока что у него не очень это получается, в любом случае Мадара отсюда уходит, Сэфа нет, еще 13 секунд, Рошана команда Майнценити забирается, здесь пока что Трон стоит, Трон битый, но живой, Яшу выложил у нас Тинни, Тинни, Яшу, так, где Мом, почему Мом до сих пор не в Тинни, потому что, так, подкоп у нас, и все, Леон просто делает подкоп и просто забирает Аэггис, как команда Майнценити не хотела придумать серьезный план, но Тинни, конечно, постарается отомстить, но пока что возможности такой нет, в Геосептри у нас Леон, Леон отсюда практически ушел, Милан делает ТП-аут на Трон, Майкола постепенно разбирает релакс, есть МКБ у нас у Тинни, но Тинни не выведут из хекса, Тинни погибает, нет у него на байбэк, это гуд гейм, вэлплей, без вопросов, крипы разъедают Трон, Трон падает, в общем-то, игра пришла к своему логическому завершению, но начинать играть, когда нет трех сторон, немножко странно, действительно, немножко странно, потому что какой-то экшен, вменяемый от Майнсинити, не наблюдался, мною так точно, может быть, вы видели, так, меня там поймали на полусловие, высмеяли мое знание Доты, да, 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 конечно же, конечно же, это пассивка Тинни, просто я удивился, и на секунду забыл, что пассивка может так надолго станет, айсэйф действительно пару-тройку секунд стоял, там у Тинни, я знаю, что немало стан от пассивки, в любом случае, Лондон Конспирейси выиграли, у нас второй матч на повестке, это Best of 2 формат, Join.MLG Pro League, здесь ожидается еще второй матч, ожидаем, сможет ли вменяемый Майнсинити ответить на ту пощечину, которую дали лондонцы, а лондонцы, ну, лондонцы, греческие лондонцы, действительно поставили на место Майнсинити в пике Висп и Тинни, у Тинни очень хороший фарм и очень хороший показатель КДА, но при этом Лондон Конспирейси спушили все стороны, это действительно удивительно, не часто Тинни с Виспом проигрывают, ладно, поговорим об этом матче, потом у нас еще будут паузы, для всех, кто подключится, что-то обсудим, пока что ждем второй матч, не переключаемся, через несколько минут у нас вторая встреча между Лондон Конспирейси Дота 2 и Май Инсинити. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok